здравствуйте дорогие друзья так 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 всем привет надежда здравствуйте рад вас видеть здравствуйте здравствуйте ну что начнем наш эфир и сегодня прямо у меня было такое внутреннее сопротивление что же что мне делать потому что у меня две очень важных темы которые я хочу осветить одна тема которую ну прям вы ждете очень сильно по поводу боксов нужно раскрыть тему потому что много было вопросов когда я анонсировал открытие презентацию этого проекта по свече нужно было поговорить потом мы же ждем все влияние зеленского на украину а после этого еще у меня неделю назад у меня значит выстрела очень интересная тема что нужно провести эфир мастерский такой прямой эфир это скорее даже не прямой эфир а такой некий мастер-класс мастер-класс для людей которые консультируют людей психологи психотерапевты нумерологи тарологи рунологи кормологи для своих учеников обязательно потому что сейчас настолько сильно и страшно искажено вообще понимание консультирования людей настолько много есть таких процессов где людям создаются такие негативные клише создаются негативные новые субличности из-за того что люди работая с со своими клиентами они просто переносят свой личный опыт на этих людей создают трактование ну через какую-то свою призму через свое виденье и адаптируя это под свой личный опыт что меня очень выбивала выбивает у меня прямо неделю такая была острая потребность об этом поговорить поэтому я сегодня поговорю с вами о свечей я думаю что я за минут там не знаю может быть 15-20 я вам отвечу на все вопросы по свече какие у вас были я их помню если у вас они остались вы можете здесь их до задавайте я вам буду их раскрывать еще то и все-таки хочу поговорить и поговорить именно по хочу о методе о методах консультирования о том что такое терапия что такая терапевтическая работа что такое метод трансформации каким образом необходимо консультанту или мастеру работать с клиентом потому что на сегодняшний день нету к сожалению школы которая могла бы давать нам ну такие терапевтические азы и азы и скиллы по консультированию да то есть нету протокола консультирования нету понимания во что нужно погружать человек и мне хочется об этом поговорить но для того чтобы об этом поговорить мне бы хотелось анонсировать этот прямой эфир но не знаю в общем как будет короче давайте начинать эфира там посмотрим как она будет или проанонсирует это фир отдельно вынесу на неделе или сегодня пойдем в общем то будем смотреть с вами вы помните о том что вы создаете поле вы создаете тему поэтому начнем ну что начнем с презентации и рассказы о том что такое пламя трансформации что это за инструмент каким образом он пришел и для чего вообще мы его сделали вообще когда я обучался методу очень долго обучался в разных школах обучался с разными мастерами учился я задал себе вопрос что в инструменте ну как бы нету какого-то такого действенного единого инструмента благодаря которому можно трансформировать какой-то процесс нашей жизни и именно ритуально потому что когда мы говорим о трансформации в нашем методе через настройки через медитации это аудиальное вербальное программирование то есть мы разрываем нейронную связь через торт через то что мы разрываем какую-то старую нейронную связь старые привычки старые алгоритмы разума мы записываем новые Согласно аудиально-вербальной программе. Ну и как бы я думаю, ну все это хорошо, все это прекрасно, досконально изучил гипнотические практики, психосинтез, что такое медитация с точки зрения науки, и я понял, что есть некий провел, потому что точка сознания души, она не всегда запускается, и точка сознания души не всегда включается в позитивном ключе, потому что мы работаем с разумом, аудиально-вербальную программу мы ложим на сознание, она у нас начинает работать. Мозг наш начинает вроде бы адаптироваться под эту новую программу, но в какой-то момент все равно опять происходит спад. Да, или мы наоборот включаемся в тело, мы включаем сознание тела, происходят какие-то процессы, и вроде бы сознание тела начинает подтягивать уровень сознания разума, уровень сознания души, мы начинаем как бы и эмоционировать, и думать, и действовать совершенно по другим углам, но все равно происходит откат. Мы с вами уже говорили о том, что откат, он появляется только лишь потому, что есть такое понятие, которое я назвал фантомно-нейронная клетка. Вот эта фантомно-нейронная клетка внизу по старым алгоритмам, она начинает спазмировать, она выдает старый аспект, она говорит, нет, давай будем так, как это было раньше, ну и собственно говоря, человек приходит к состоянию вот этого отката. И когда мы говорим о откате, мы говорим о том, что человек впадает еще в ниже точку, чем от которой он стартует в моменте этой трансформации. И вот я понимаю, что мне необходим инструмент, который будет включать не просто аудиально-вербальный процесс на уровень сознания разума, или просто уровень сознания тела, или, например, как молитва, просто уровень сознания души. Для меня была цель, когда я создавал этот инструмент, чтобы объединить в этот инструмент какой-то эффект, который будет запускать сразу три уровня сознания, который будет запускать и уровень сознания души, и разума, и тела. Потому что мы говорим и знаем о том, что сознательный или осознанный человек – это тот человек, который по жизни двигается в равно развитых трех уровнях сознания, и души, и разума, и тела. Вот он действует согласно тому, чего думает, а думает согласно того, что он чувствует, но этого человека всегда все будет прекрасно, и все будет хорошо. Но тут мне приходит понимание того, что мне нужно создать какую-то стихийную историю, которая будет подкреплена какой-то серьезной практикой, большой практикой. И зачем? Для того, чтобы погрузить человека. Не забывайте, что я в первую очередь человек, который занимается терапевтической работой, для меня важно соблюдать каноны терапии. И я понимал, что, ну вот, например, просто свеча, когда мы говорим о свечной магии, когда мы говорим о… Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это неправильно. Я просто говорю о том, что если мы просто будем работать, например, со стихией огня, или будем включать какой-то духовный процесс, не работая с сознанием, не работая с нашим телом, к сожалению, мы не будем достигать того эффекта, который мы хотим получить. Я понимаю, что у меня было понятие того, что я хочу свечу, причем она мне прямо пришла, она пришла мне в месте силы. Вы знаете о том, что свеча имеет, я заложил в нее сакральную геометрию по диагонали все углы матрицы. То есть, потому что свеча в форме матрицы, я вам сейчас ее покажу. У меня остался здесь в Португалии маленький уже, ну как, не маленький, вот он, вот она у меня осталась. Да, это, ну, собственно говоря, это матрица, квадрат в квадрате. Она по диагонали имеет 8 сантиметров, олицетворяющую кармическую справедливость, что для меня. То есть, я закладывал в нее именно сакральную геометрию для того, чтобы она соответствовала всем тем энергиям, с которыми мы работаем. Почему? Потому что сам по себе метод 22 кода судьбы – это философия, идеология кармической справедливости. Это философия, идеология, науки о карме. Ну и, собственно говоря, для меня это была восьмерка. Хорошо, я думаю, замечательно. Мне пришла высота этой свечи. Мне было тяжело разрабатывать свечу в 22 сантиметра, потому что она получается действительно высокая, она получается большая. Мы с технологом разрабатывали около двух месяцев композицию воска, потому что здесь он очень непростой. Здесь пальмовый, соевый и кокосовый воск. То есть, это комбинация из трех восков сделана. Мы специально эту комбинацию постоянно перекраивали для того, чтобы она правильно горела, правильно она прогорала. За счет того, что она высокая, в этом были определенные сложности, потому что горела она все время по-разному. И, в общем-то, мы добились определенно своего такого рецепта воскового, который я одобрый, сказал, да, хорошо, мне это нравится. Мы создаем ее в 22 сантиметра. Почему 22 сантиметра? Олицетворяя 22 энергии мироздания. Что такое 22 энергии? Ну, для людей, которые не имеют такого понятия, как магомышление, я объясню 22 субличности. Давайте будем уходить от архетипа, от арканов, от энергий. Вот 22 субличности. Вот представьте, Люшер создал 16 субличностей, кто там, Фрейд создал 4 субличности, Карл Юнг 2 субличности. Вот есть 22 субличности. Олицетворили этих 22 субличности. Почему метод пламя трансформации, практика пламя трансформации, почему она абсолютно универсальна и работает с каждой зоной матрицы? Потому что она включает в себя как раз-таки вибрацию и композицию из этих 22 энергий. Когда мы с вами будем активировать, вы получаете такую большую брошюру. Я прямо ее сейчас покажу вам. Вот так вот она выглядит, эта брошюра такая. Там вот все описано, все расписано, что, как, делайте, почему. Мы прямо вот с командой год над этим работали. Тут у меня уже полгода идет разработка этой свечи. И у меня возникает внутренний вопрос к тому, что это инструмент. Это инструмент, о котором должен знать мир. Это инструмент, о котором должны знать люди. Это инструмент, который трансформирует 22 года судьбы. Безусловно, мне пришлось с прошением идти к своему учителю, к Наталье Ладине, для того, чтобы ей предложить это, для того, чтобы посмотреть, как она это чувствует, как она это воспринимает. И она откликнулась на это очень позитивном ключе. И мы, собственно говоря, обсуждаем и говорим то, что нам необходимо создавать медитативную технику. То есть, уровень сознания свечи – это включение души. Медитативная техника – это энергия плюс вербально-аудиальная программа на уровень сознания. А практика, которая записана в этом боксе – это практика, которая создает привычку и алгоритм вашему уровню сознания тела. То есть, вы должны понимать, что когда вы берете этот инструмент пламя трансформации, он у всех кормологов, с ним будут работать все кормологи, я вам обещаю. Это инструмент, который останется в истории метода 100%, через 100-200 лет они будут люди трансформироваться именно так. Матрицу, как это вот пришло, как это почувствовалось мне с автором метода. И вот, когда мы с вами, собственно говоря, запускаем процесс, очень важно соблюдать подготовку. Бокс, сам по себе, что такое бокс трансформации? Вы знаете мои идеалистичные процессы, потому что я шестой архетип, вот прямо невероятно ровно шестой архетип. Для меня важно, чтобы все было красиво. Я никогда ничего не куплю до тех пор, пока я не увижу, что это красиво, в это вложили душу, сердце и любовь. В этот инструмент я вложил очень много любви, и эта любовь видна уже с внешнего вида. Она видна уже с той коробки, которую я сделал, потому что эта коробка, ну просто как в Луи Витоне. Но если наполнитель, то он должен быть натуральным. Если это свеча, то она должна быть большая, массивная и красивая. Если мы открываем, делаем дизайн, то этот дизайн должен быть совершенен. И этот вкладыш, который вы получаете, эту книжечку, практическую книжечку с молитвами, с медитацией, с описанием ритуальной работы со свечой, как обнулить, как активировать, как зарядить, точно так же вкладывал много своего перфекционизма в это дело. После этого я понимал, что мне необходимо, ну вот свеча, я человек, который абсолютно четко осознает и понимает, как работать со свечой. Я понимал, что нам нужно ее обнулять, мне нужно людям дать понимание, как с ней работать. Но они получили свечку. Свечку необходимо активировать, в нее необходимо дать намерение, в нее необходимо дать и заложить, ну такой базис и фундамент, что конкретно она будет выполнять и что конкретно она будет. Для этого мне нужно было что? Погрузить человека. Я это понимаю как терапевт. Мне нужно сознание моего клиента, который приобретет этот продукт, мне нужно его погрузить в этот продукт. Как я его прогружаю? Я описываю там практику. Практику я описываю долгосрочную. То есть человек, когда получает этот бокс, когда он его открывает, первым делом он должен заморозить свои свечи, он должен их обнулить энергетически. Все расписано и описано, как это делать. После этого происходит метод активации самой свечи. Активацию свечи, мои ученики на углубленном курсе знают, что метод 22 кода судьбы и сама по себе матрица судьбы, это очень многогранный, глубинный, безграничный такой инструмент. Я сегодня у себя в школе назвал его, это бесконечная лестница, которая не имеет конца. И каждый раз, когда мы поднимаемся на ступеньку выше, оглядываясь назад, нам кажется, как мы высоко, но оглядываясь вверх, мы понимаем, что лестница все так же бесконечна. То есть это безграничный инструмент, который, ну он имеет глубину поразительную, в которую до дна достать очень тяжело в этом инструменте. И я понимаю, что он должен работать универсально по отношению к любому каналу, к отношениям. Вот хочет девушка трансформировать отношения, пусть берет и трансформирует, ритуально запускает этот ключ, запускает этот инструмент, эту матрицу. Хорошо, замечательно. Я понимаю, что мне необходимы инструменты, которые будут включать человека, позволят ему активировать эту свечу и которые позволят запустить вот этот творческо-магический процесс. Мага мышления, очень люблю его. Я обращаюсь к своим друзьям, к Ксюше, Броевой, к Захрабу, Броеву, владельце 1111. Говорю, ребят, у меня вот здесь вот такая вещь интересная, я в общем-то вот создаю вот такой инструмент, мне нужна помощь. Дайте полосанты, дайте мне аромопалочек, которые именно мне нужны. Дайте мне конкретно этого масла, которое будет подходить для той практики, которую я задумал. Ну, они откликнулись, огромная благодарность 1111 за то, что они, ну, прям помогли и сделали доступным это для нас, потому что качество у них лучшее. Лучше качества я не видел в принципе ни аромопалочек, ни полосанты. Я понимаю, что мне нужна полосанта для окуривания обязательно. Мне нужно включение стихии воздуха, мне нужны аромопалочки правильные. Мне нужна стихия эфиры, эфиры мне нужны для того, чтобы активировать и закладывать намерение в эту свечу. Как это делается, это все прописано, рассказано в этом буклете, я не буду подобаться подробностям. Человек запускает очень мощный процесс погружения в тот запрос или в ту идею, которую он хочет проработать. То есть изначально, понимаете, суть терапевтической работы, любой терапевтической работы, погрузить человека глубоко в тот вопрос или запрос, с которым он работает. Я понимаю, что такой алгоритм действий, который я создаю для клиента, он позволит клиенту самостоятельно прорабатывать и самостоятельно погружаться в тот процесс или в ту ситуацию, в которую он должен проработать. Почему он дойдет до конца? Потому что я ему создал пошаговую инструкцию, в этой пошаговой инструкции я создал ему интересный путь, и в этом интересном пути он стопроцентно получит результат. Это уже проверено, потому что год создавалась свеча, и мы ее тестировали 9 месяцев, потому что отлили первую свечу мы 9 месяцев назад. И вот вы получаете этот инструмент, и тут начинается огромное количество вопросов. Что делать, а если я уже проходила трансформацию, подходит ли она мне? А для того, чтобы приобрести эту свечу, что я должна быть только учеником? Неважно, кто вы по отношению ко мне. Вы должны всегда слушать свой внутренний отклик и свое сердце. Если вы понимаете, что терапевтический инструмент, который способен погрузить монотонно вас в какую-то проблему вашу, и вывести вас из нее путем вербально-аудиальной программы, абсолютно замечательно, вы просто ее берете. Если вы проходили трансформацию, открою еще одну истину. Метод 22 года судьбы и матрица судьбы – это метод как инструмент. Давайте представим пианино, на котором вы играете. Вот вы его настроили, вот вы все контрактики проработали, вы любовный канал проработали, вы все энергии вывели в плюс. Проходит время, и как любой инструмент, матрица точно так же расстраивается. То есть мы всегда должны контролировать, мы всегда должны подкручивать гаечки, мы всегда должны трансформировать и вкладывать энергию в те или иные контракты, которые прописаны в нашей матрице. Поэтому даже кто проходил трансформацию, если вы сверхпродвинутый кормолог и мастер, а вы возьмите и попробуйте поработать, потому что нет предела совершенства. На любом этапе духовного развития всегда у нас есть новая ступенька. Почему? Потому что это ступенька бесконечности. И тут я понимаю, что еще же необходимо создать какую-то терапевтическую привязку аудиально-вербальной программы, и эта аудиально-вербальная программа мне приходит через медитацию. Я начинаю верстать медитацию, мне начинают приходить стихи, очень интересные, очень красивые. Я звоню к Наталье Ладине, и мы с ней встречаемся. И тут я ей рассказываю про пламя трансформации, вот что это такая интересная практика, интересная работа, и вот метод очень нуждается в этом. И она говорит, Сережа, я вот эту практику 10 лет назад уже написала стихи, написала стихи о пламе трансформации. Я говорю, как это возможно? Она мне начинает читать на память этот стих, и я понимаю, что это абсолютно стопроцентная история с тем инструментом, который я начал создавать. И в результате вместе с Натальей мы начали его давать туда, вкладывать энергию. Мы, в общем, начинаем писать совместный труд. Для меня это было очень знаково, для меня это было невероятно ответственно, потому что мой учитель стал в партнерство со мной в создании абсолютно удивительного инструмента. Если кто-то когда-то слушал медитации Натальи Ладине, вы меня поймете, потому что это абсолютно чудотворный голос, чудотворные стихи. И когда ты слушаешь просто то, что проговаривает Наталья под музыку, ну действительно происходит абсолютно исцеляющий эффект, потому что я считаю, что ее стихи стопроцентно исцеляющие. И вот когда мы уже, я группирую полностью текст, когда мы уже полностью подбиваем, утверждаем полностью, что получается, мы делаем запись всего этого. И когда я получаю сверстат от звукорежиссера первый пример нашей медитации, уже с музыкальным сопровождением, я слушал эту медитацию, ну раз, наверное, 15 на реплее, повторяя, потому что благость в моей душе и то пламя, которое возбуждается внутри моего сердца, оно просто безграничное. Я понимаю, что мы сотворили шедевр, я понимаю, что это тот шедевр, которым должны пользоваться все представители и люди, которые передают метод, люди, которые работают в методе, люди, которые диагностируют через метод. Они должны это слышать, они должны взаимодействовать с этим, обязательно они с этим будут взаимодействовать, потому что это идеальная вербальная программа, абсолютно универсальная, которая может разрешить любую, любой запрос или любую зону вашей матрицы судьбы. Что я считаю абсолютно уникальным и гениальным. Мне после того, как я выдал этот бокс, пламя трансформации, мне сразу же пришла мысль передо мной, как будто бы открылось новое поле, потому что я планирую создавать череду очень интересных инструментов для метода, трансформационных методов, потому что я себя считаю адептом метода, последователем метода, последователем своего учителя Натальи Ладини. И для меня очень важно, чтобы мой метод, в котором я развиваюсь, в котором я помогаю и служу людям, чтобы он процветал, развивался, и я всегда буду в этом помогать и своему учителю, и сам буду прикладывать максимально усилий, чтобы в методе появлялись такие инструменты, новые инструменты, которые согласно новому времени, новой эре, помогали адаптировать и трансформировать людей в данной методике. И самое важное, чтобы это было создано правильно, профессионально и терапевтически, учитывая все физиологические процессы сознания, сознательные и бессознательные процессы. Именно для этого я пошел в науку. И вот когда мы получаем этот инструмент, когда мы уже открываем и начинаем работать, предложено две части работы, визуально-аудиальная программа с матрицей, где я рассказываю в этом буклете, я полностью рассказываю, что нужно будет представлять. Я открою одну такую небольшую занавес, вы должны понимать, что фактически данная практика пламя трансформации – это инициационная практика. Почему? Потому что в медитативной технике, которую мы записали с Натальей Ладине, я применил следующие техники. Первое. Туда применена техника погружения через чакральную систему. Второе. Погружение через спуск. Это индукция. После индукции у меня есть вербально-аудиальная программа и у меня есть инициационный ключ. То есть фактически это такая инициация, посвящение, погружение в свою судьбу, в свои энергии, в свои кармические задачи, в свои кармические контракты и предназначения, с которыми вы пришли в вашу матрица. И вам не нужны специалисты для того, чтобы что-либо трансформировать. Берите и работайте. Я очень часто говорю, что только лентяй идет на консультацию для того, чтобы с мастером посидеть и разобрать. Я открыл настолько много в открытом доступе информации для вашей самостоятельной работы, что вам никто не нужен. Просто подключайтесь к своему внутреннему источнику, найдите внутри себя мотивацию и силу для того, чтобы запустить этот трансформационный процесс. У вас абсолютно все получится. Дополнительный инструмент, он уже существует. И я очень рад, что этот инструмент родился, потому что он меня, вот как будто бы он меня расширил. Ну, представьте, я 9 месяцев создавал этот бокс. То есть проект я вынашивал 9 месяцев. Я как будто бы, вот я реально как вынашивал какую-то беременность. У меня было внутреннее состояние и тяжести с этим, и каких-то сложностей. И когда у меня были какие-то внутренние протесты, и я переделывал, я перекраивал, потом я менял тексты, брошюр, потом я менял тексты в медитациях. То есть вот это была вот прям целая жизнь с этим инструментом. И то, что он вышел в том, то, что он вышел в том виде, в котором он вышел, я считаю, что это абсолютно совершенно, что это абсолютно идеально. И те люди, которые уже получили боксы, я вам благодарен за обратную связь. Обратная связь меня, безусловно, как отца этого инструмента, просто она невероятно тешит, за что я невероятно, невероятно благодарен. Вот. Что еще по этому инструменту? Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне их задать конкретно по свече. Вот так вроде бы то, что я помню по памяти, вопросы, которые у вас были. Ну, вроде бы мы, я их, вроде бы я их раскрыл. Да, ну и, безусловно, напоминаю о том, что это универсальный метод. То есть он, мастерам он будет подходить для практики, для работы, для ритуальной. Людям, которые совершенно не в теме, он будет подходить для того, чтобы правильно погрузиться в свои кармические предназначения. Потому что там четко, то есть программа, программа трансформации, программа перерождения очень мощная там заложена. Поэтому, поэтому я вам очень рекомендую это. Так, по этому боксу прорабатывать можно только одно намерение. Смотрите, Лидия, суть заключается в том, что в боксе есть задача. Да, то есть вообще свеча, когда если мы будем говорить о задаче, на свечу мы можем положить одно намерение, предназначение для себя. Это какая-то глобальная история. Отношения, деньги. Конечно, свеча прорабатывает глобально запрос. Но в этом инструменте мы можем ставить на нашу матрицу свечу, на комплекс, на всю матрицу. И комплексно на всей матрице она будет вытягивать всю. То есть это называется запустить энергию в свою матрицу судьбы. В полностью весь калейдоскоп энергии и предназначений. Вы можете работать универсально на все зоны. То бишь запускать просто туда энергию через ту технику и ту практику, которую вы найдете в боксе непосредственно. Так, как можно поменять судьбу, не зная ее? Судьба – это термин, который обозначает совокупность причин естественных связей. И судьба – это точка, которая программируется в момент вашей смерти, основываясь на тех процессах, в которых вы проживали ранее. Когда мы говорим о судьбе, вы проживаете сейчас опыт здесь и сейчас. Что значит «я не знаю свою судьбу»? Вы знаете свою судьбу, вы знаете, в каком судьбоносном пути вы находитесь. Вы знаете, какие судьбоносные перекрестки в вашей жизни случались, случаются. И, возможно, вы можете даже предугадать, какие судьбоносные процессы будут в вашей жизни. Есть инструменты, которые могут вам через метод показать и расшифровать, в чем конкретно есть недоработка. Через чек-листы, например, в моем телеграм-канале, через разные калькуляторы по матрице судьбы. И перед вами открыта зона действия, зона работы в методе. Все очень просто. Просто нужно взять и попробовать что-то сделать для себя. Так, мне вопросов больше нет. Так, благодарю. Я просто сейчас нахожусь в трансформации после вашей консультации. Лидочка, замечательно. Это очень здорово. Олечка, привет, моя родная. Вот видите, мы прямо призвали Олю, которая нам помогает с медитациями, которая делает медитации. Так, что еще по свече рассказать? Ну и давайте еще скажу о том, что это просто невероятно красиво и невероятно приятно держать это в руках. Я, к сожалению, готовый бокс, вот прям готовый. У меня его нету. У меня нету возможности его получить, потому что производство в Украине, все делается в Украине, собирается в Украине, и мне просто его не смогли отправить, потому что на почте проблемы с отправкой свечей. Но я держал коробку, тестировал, и сам все это выбирал, отбирал, вкладывал в свою душу и любовь. И сейчас, когда я его вижу, у меня в моем сердце пробуждается любовь и счастье. Вот. Ну, в общем-то, в общем-то, бокс волшебный. Надя, вы уже его получили? Если получили, то скажите. Тогда я готов принимать вашу обратную связь. Тогда я готов принимать обратную связь. Так. Ну, в принципе, и все. У нас с вами висит еще в долгах. У меня висит в долгах. Я ваш должник. Как всегда. Потому что я говорю, что проведу это, сделаю это, но не делаю. Затягиваю всегда. Почему? Ну, потому что я все делаю по отклику. Первую матрицу Зеленского разобрать с матрицей, наложить на матрицу Украины и разобрать его влияние на Украину, конечно, мне хочется. Я к нему еще не готов к этому прямому эфиру. Я обязательно его выдам в самое ближайшее-ближайшее будущее. А вот касательно вот этого эфира для мастеров, я сделаю анонс, прям сделаю афишу обязательно, чтобы мы могли его расширить. Потому что для меня важно, чтобы собрались специалисты и мастера. Для меня важно поговорить с мастерами откровенно о методах работы, о методах трансформациях, о том, что такое терапия, о протоколе консультации. Потому что, ну, я считаю, что необходимо всю эту систему как-то систематизировать, необходимо создавать какую-то общую конструкцию работы с клиентами для того, чтобы, ну, клиенты получали качественный продукт, для того, чтобы не получали качественную терапевтическую работу, а не просто, я не знаю, лебедь, рак и щуку на уровне трех, на уровне трех сознаний. Я как адепт метода, повторюсь, последователь, для меня важно, чтобы в этом методе был и порядок, и чтобы там были правильные конструкции работы с клиентами, и чтобы мы об этом говорили, мастера, которые ведут людей, чтобы мы об этом говорили, чтобы мы, ну, объясняли новичкам, рассказывали, обучали. И вот я хочу прям сделать, возможно, это даже будет череда прямых эфиров, которые я выдам, я просто сделаю потом отдельный, отдельный плейлист для мастеров. Не важно, в чем вы занимаетесь, в какой методике вы занимаетесь, но важно, чтобы у нас было глубинное понимание протокола консультирования, погружения, как работать, с чем мы работаем, когда мы даем ту или иную задачу, как мы можем трактовать то или иное, потому что в этом тоже на сегодняшний день я вижу много неэкологичности. И, да, там, мое предназначение 8-4-12, ну, оно, конечно, оно хочет того, чтобы вот как-то все это выровнялось, я попытаюсь это сделать максимально с любовью, просто щедро отдавая свой опыт, щедро отдавая те знания, которые я имею, в массы для того, чтобы люди этим пользовались, пользовались конкретно в мастерской, в мастерской работе. Потому что, вы знаете, что мы очень часто, ну, собственно говоря, работаем, я даю обучающие программы и эфиры, для меня очень важно, чтобы они несли какую-то идеологию, задачу, цель, ну, в общем-то, вот так вот. Так, а если не ученики еще актуально послушать будут, я надеюсь, там потоки будут, что послушать? Ну, если вы работаете с клиентом или собираетесь учиться, конечно, актуально. Что за камень? Мой Марион, мой большой, красивый, прекрасный Марион, который ко мне приехал из Одессы. Вернули мне моих, моих деток, лабрадор вернули, вернули флюерит, вернули мне лаву, в общем-то, я уже весь в камнях, это для меня очень ценно. Вот мое богатство, вот мое сокровище. В моей жизни это все кристаллы, которые я имею. Так, ребят, если есть вопросы, я отвечаю, если нет, тогда я вас отпускаю и нежно вас целую. Эфир проведу буквально завтра-послезавтра, сейчас поговорю с командой, мы подготовим, я продумаю план этого эфира, что я конкретно хочу там дать. Это будет прямо модуль из углубленного курса, то есть вы должны понимать, что я прям вам открою такую часть, часть таких знаний, которые я передаю только мастерам, только консультантам, которых я обучаю уже на углубленном курсе. Потому что углубленный курс – это уже не кормологи, это не консультанты, это аспиранты, это исследователи методик, это исследователи терапевтических каких-то инструментов. И мне хочется вам это открыть. У меня просто такая потребность возникла, я не знаю почему, я не знаю от чего она появилась, но я понимаю, что если, ну я как человек отклика, оно у меня, если оно фонтаном из меня бьет, и оно у меня вот здесь прям сидит, у меня на горлышке 14-й аркан, и у меня прям душа орет, говорит Сереже, нужно это выдать. И это уже буквально неделю. Я когда полетел в Испанию, я был в Мурсии, это очень сильное, мощное энергетическое место, я хожу по Мурсию, у меня этот прямой эфир. У меня перекраивается план, что нужно дать, как я его выдам, какую диалогию я хочу, во что я хочу направить специалистов, потому что это прямой эфир прямо для специалистов хочется сделать. Вот буквально прямо сейчас на днях мы это сделаем, я сейчас свяжусь с ассистентом, что она по этому поводу думает, дам ЦУ по афишам, и мы с вами запланируем этот эфир. Вопросов значит нету, было просто приятно слушать, ну замечательно. Тогда давайте откроем ручки, откроем ножки, руки-ноги не скрещенные, выставим с вами, выставим с вами программу. Давайте выставлять программу. Я призываю все иерархии света, всех ангелов, архангелов, духов, богов, ваших адептов, которые сопровождают вас по вашей жизни, чтобы они открыли ваш судьбоносный путь и направляли вас по вашему судьбоносному пути, для того, чтобы вы максимально легким и безопасным образом проживали все ваши кармические предназначения и кармические опыты. Я призываю ангелов и архангелов и учителей карму, чтобы ваша душа раскрывалась в потенциале Бога, и чтобы вы пробуждали внутри себя зернышко Бога. Я призываю, чтобы вы проживали максимально экологичным и безопасным образом для себя, ваше кармическое предназначение души и шли по жизни, по отклику вашего духа. Я призываю ангелов и архангелов, чтобы он открывал ваш любовный канал, гармонизировал ваши отношения с вашими любимыми людьми, с вашими мужьями, с вашими партнерами, бойфрендами, герлфрендами, для того, чтобы у вас гармонизировалась связь, для того, чтобы вы были друг для друга опорой, поддержкой, открытой доверительной структурой, тех, у кого нету отношений. Я призываю ваш любовный канал открыться любви, принять любви и желаю вам принимать, безусловно, эту любовь, принимать любовь в свою жизнь и чтобы ваша жизнь материализовалась максимально быстрым и легким образом. Тот любимый человек, который будет соответствовать всем вашим запросам и вашим судьбоносным опытам. Я призываю всех ангелов и архангелов, чтобы ваш финансовый канал открывался, чтобы он чистился и чтобы учителя кармы открывали перед вами те материальные возможности, которые необходимы вам для реализации вашего духовного потенциала, счастья, гармонии. Я призываю вас избавиться от зацепки, от материальной зацепки, от зацепки за финансовый поток, от несвободы за финансовый поток. И желаю вам бесконечного денежного потока, который будет открываться и наполняться в удовольствие и в безопасность для вас. Я желаю и призываю Высшей Иерархии Света, чтобы все кармические предназначения, кармические задачи для себя, социальные программы и духовные задачи реализовывались максимально легким, безопасным образом. И чтобы каждый день и каждую минуту каждый из вас осознавал и чувствовал свой уровень сознания души, разума и тела, действовал согласно души и сердцу и был в состоянии осознанности. Люблю вас. До скорой связи. Уже знаете, какой эфир следующий будем проводить.